мы говорим о том что о взаимодействии лидерском взаимодействии реальность такова что мы уже говорили есть кризис в обществе особенно религиозном обществе христианском обществе и особенно большой большая проблема говорить протестантского движения если посмотрите на сегодняшние статистики фактически при всем том что католическая церковь она прошла очень нелегкий путь да там и расколов и протестантизма и всяческих реформ при всем этом можно сказать только может быть такого него протестантизм который там пятидесятников или же баптистов поле таких харизматического такого направления это то что сегодняшний день так более-менее живо все остальные весь остальной протестантизм который мы говорим о протестантизме он и глубоко мертвый очень ужасно мертвый начиная от лютера который делал реформацию да мы говорим о том что сегодня литеранская церковь свободно сочетывает разные именно людей с разным мышлением и однополые и разнополые кошки собаки и все остальное то есть непонятно так же самое и в можно сказать о других методических общинах и так далее те которые были ну выходцы из реформации и пробуждения сегодня имеют кризис дай бог чтобы нам не пережить хотя может 50-ти движение не так то уже и ну застарелы она молодое движение всего лишь там 120 лет и там примерно 115 лет но это очень очень мало вот в ранней церкви или в ранней общине старейшины всегда были помазаны то есть и утверждались паства то есть выбор не лежал таком как бы последующими пископе то есть он не передавал от от себя другому епископу это выбор был общины и более того это был выбор духа святого если мы посмотрим когда раб шоу которая будучи подчиненный богу уехал свой город до в тарсе себя как он вообще по-другому называется все по-внизке сюда думаю он ждал своего призвания почти 13 лет с момента того когда он встретился с богом сишуа на пути в дамаск и с того первого исповедания когда он стал перед апостолами учениками ишуа и они сказали хорошо брат павел савл да иди пожалуйста домой вот это послушание очень интересно потому что когда потом община молилась церковь молилась написано дух святой сказал призовите варнаву да и павла савлова призовите на служение мне очень часто мы должны понимать что первая апостольская община то что бог делает в реформации он хочет вернуть нас к общению друг с другом вам не будет холодно если мы включим кондиционер кому плохо от кондиционера у кого ли аллергия значит не тогда хорошо тогда то самое тогда я потерплю если буду сильно потеть это да те кто смотрит нас по интернету то есть если вы выйдете что я потею не того что я нервничаю да какие критерии всегда были библейские относительно лидерства даже больше сказать такое слово как лидер она заезженное такое слово да то есть сегодня на как бы более не не более приемлемая ишуа говорит кто хочет быть большим кто хочет быть лидить лидирующим да будьте слугою другими словами какая позиция какой какой критерий был в ранней общине к тем людям которые хотели или выдвигались на уровень служения людям первое это очень важно это люди должны иметь желание кто еписовского желает тот что доброго до хорошего желает если в 90-е годы когда вот начиналось это пробуждение которое мы говорили с вами помните мы понедельник затронули его люди стремились на служение служить другим людям потом служители да они очень стремились и поэтому множество ошибок которые были в 90-е годы ранее это поспешенство люди не могли не успевали обучаться азам песчанописания принципам не менялись характеры все было на ура ура да таким вот как бы мы все раз старое разрушим все вот новое не построим кто был ничем то станет всем да вот такой момент и мы видели как много общин и разных домашних группу резко возрастало но мало одного желания потому что желание бывают различны как какой мотив твоего лидерства был служить людям или же чтобы ты был почтение знаете вот советском союзе всегда стремились по лестнице вверх потому что можно было добиться такого то того что тебя у тебя будет личный водитель и возить те будет на волге стремление такое было даже быть с портфелем ходить всегда ничего не делать почти но с портфелем ходить то есть почтение я думаю что критерий который говорил раф шаул это тимофея очень важные позиции быть мужем одной жены а самое интересное а если вы второй раз женатый а если как в африке можем говорить так у них то многоженство очень развито что делать с этим конечно нежелательно пока в чем пока это что у нее же две жены на не совсем так просто друзья политически то что мы видим в писании и как раз вот в эру нового завета общество уже сформировала со своим мнением многоженство она не совсем приветствовалась по причине экономическом и второе ответственности ответственности если человек даже сегодня если братья ближний восток мы где это может быть более развито среди мусульман я вам скажу так что если жена вторая жена пожалуется на мужа а то что он мало ей уделять времени и внимания его могут наказать через шахариат то есть они там есть наказание мужу за непочтение перед женою второе треть или четверто к разница вопрос именно у нее есть права да но здесь формируется уже как бы новое общество к то в котором мы с вами как бы вошли вот как бы муж одной жены говорится ли это о том сколько же он иметь или сколько или какая по счету ваше мнение какое ваше мнение потому что есть деноминации которые говорят если человек уже второй раз женился и да то есть развился с первой женой будучи неверующим второй раз хочет жениться то не может быть не служителям тоже только может быть уборщиком не но это буквально недавно недавно над недавно это происходило но медавно но у меня одна жена фотографии много у меня моей жены да а вот фактически ты прав но с другой стороны если я думаю мотив развода какой был нет нет смотрите можно сказать и виду его индивидуально или же как вот есть болезнь да там болезнь раковые болезни да но если всех их лечить одинаково то совсем другие вопросы то есть есть разные симптомы если стадии так далее смотрите и когда цитируется это вот место да вот муж одной жены а вот ссылку идет на то что та которая разведена да и захочет выйти замуж еще она прелюбодействует в чем разница не говорится о мужчине которых женится на разведенной что он прелюбодействует а та женщина которая выходит замуж она прелюбодействует это вы правы правы что касается обоих но я вам скажу немножко еврейскую составную данной позиции да кто из вас был и видел нашу хупу вот свадеб свадебную процессию до видели одно из условий там есть когда жена уже буду сюда и муж подписывают на слово туба это фото среди евреев это разводное письмо и шо говорит что изначально такого не было не было не может развестись но по вашему жестокосердию по вашему жестокосердию моисей дал вам разводное письмо другими словами он дал условия при которых защищается женщина потому что жестокосердию я на нее обиделся мое сердце стало жестоким и все что развод да там есть условия вот к тубе есть условия что он должен обеспечить почти больше половины своего имущества должен отдать жене чтобы она мало существовать вода не осталась одна да в чем же здесь подлог вот здесь вот моменте потому что если он ее содержит на его имуществе она принадлежит ему он не имеет с ней никакого отношения да а он раз она разведенная но она связана имуществом мужа если она выходит замуж и с ней переходит имущество мужа другому нарушается заповедь не вожелай имущество ближнего твоего другими словами она прелюбодействует если она идет это не несправедливо неправильно понимаете да поэтому так когда вы трактуется иногда те вот моменты надо смотреть еврейскую составную это лично мое понимание который как я как я вижу это из еврейской традиции как она так тут и хотя современный иудаизм позволяет выйти замуж и даже с имуществом бывшего мужа и так далее там есть разные вопросы сейчас сейчас жены у жён должно быть тоже стандарты то есть мы видим здесь если человек хочет быть епископом служителем должен быть стандарт и вы поймите что это стандарт для служителя и для диакона то вот те кто ну бы вы так занимается с любым служением которая вообще вообще я не знаю как касается ли так каждого члена общины есть пассивные есть активные люди на понимаешь тех кто хочет быть в призвании божьем те кто хочет исполнить ту заповедь которая идите проповедуйте евангелие всем тогда служите крестьяне их обучайте их этот позиция должна быть стандартам что муж одной жены имеется ввиду что должны все вопросы решиться которые связаны с другой половиной если испытаны будучи испытаны найдены верными они могут мое понимание могут жениться но я вам скажу так те кто в разводится уже будучи верующими я всегда предупреждаю я не могу остановить я могу предупредить что вот данная позиция если ты разводишься будучи верующим то закрываются двери ноги для многих вещей просто будем дана нарушителей закона божьего готова ли ты спасать свою семью или полос полностью разрушить себя поэтому такие вот есть моменты быть кротким очень важно сдержанным и уважаемым позиция для лидера любого домашней группы и либо это служение какого-то вы не было там танцевальных хореографы на звонках которые вы звоните обзванивать и людей домашние группы уже повторил молодежная чтобы вы не делали вы служите людям один из стандартов вы должны быть кротким и сдержанным уважаемым вы скажете но все согрешают конечно согрешают поэтому мы имеем к понимать как покаяние мы раскаиваемся в своих грехах и мы изменяем свою жизнь когда человек он гневливый вспыльчивый то есть да не сдержанный это мешает богу прославиться люди смотря на таких людей которые не имеют ну вот чувство покаяния до таком даже если по ней что-то сделали что все бывает крыть и у кого из вас не бывают вспышки гнева написание говорит о том что у тебя уже нету вспышки гнева есть чтобы что-то значит не грешим матом не кричи матом не ругайся не бей никого я шучу конечно этот момент к небо есть не согрешайте дата что что-то значит вот вот давайте разберем даже этот момент для для раба божьего например не стоит спорить это неприлично спорить почему потому что в споре некоторые рождается истина нет в споре рождается ссора или гнев который те у тебя она тебя воспаляет изнутри ты хочешь доказать людям что-то особенно но как на но иногда если смотрите я буду говорить берем власть когда бог дал на власть когда человек грешит до мы видим что гнев божий да он поднимался тогда когда человек грешил если верующий человек он грешит ты его обличаешь любви и так далее а он будет так не дерзко говорить но может быть унижает и так далее есть чувство это понимание духа святого что нужно быть твердым и знаете таким не не защищать себя а защищать правду божию один из примеров один из примеров как вам рек как нам как верующим людям которые соединены в общиной то ли это мессианская община только христианская община да когда девушка из одной общины влюбилась в парня из другой общины если они доктринально они как бы на одном уровне относительно там крещение духом святым водным погружением полный погружением там позиция относительно воспитания детей и так далее так доктринально там о том что мы верим что ищу аисус это это сын божий пришел воплотить через так вы так как-то называется там не девственно непорочное зачатие да извините этом все такое непорочное зачатие он прожил человеческую жизнь не сделал греха за что был предан умер и воскресать на третий день и всех остальных ждет суд это доктринальная позиция почти для всех одинаковая то христиан да это нормально то так как реагировать на то что девушка из одной общины хочет выйти замуж за парня с другой общины нормально да то есть вы понимаете что он верующий она верующая хорошо чтобы выйти замуж потому что нормально как бы будет иметь правильное отношение что если девушка выросла вот такого протестантском движении такое сильно да а парень он говорит что он верующий но по делам которые у него есть то есть он исследует и библии да вот например например он и рассказал с какими дел парнями там и так далее переспал может такие это быть извините за девушками переспал я уже так воздуха не хватает поэтому так с какими такими снесать с какими девушками он переспал и так далее но сейчас мне все в порядке а что например он ходит церковь там два раза в год и так далее на причастие причастие и там как бы на какие-то еще праздники что образ жизни которого ведет он ругается матом до сквернословит и иногда обманывает то есть христианский образ жизни не видит она в него влюбилась что делать это это то понятно да не для него она трофей да нельзя не спешить некоторые церкви ставят на замечание некоторые церкви отлучают от 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 христа до до пришествия до такой такой как как разобраться вот в этом вопросе а девочка девочка знаете какая-то она влюбилась когда мозги влюбляются перестают перестановится ну шоу я бы уже разговаривал 300 раз уже еще не ну да вот знаете вот когда мы смотрим на эту эту позицию с одной стороны нам жалко потому что понимаем писание мы знаем писание что желающий жениться замуж выйти они должны понимать что они входят в скорби да ну что если не женаты ты свободен захотел куда поехать поехал что хочу что делать там ты не обязан некоторым вещам то есть ему телом у мужчины прижать ему если он не женатый и тело девушки прижать ей потому что она не замужем а если не женат это уже как бы друг другу принадлежат и когда хочешь тогда и взял как мороженое из холодильника извините за такое выражение но в сущности что делать вот данной данном вопросе понимаю что можно можно поставить на замечание нам жалко а как а что к закон говорит вот библейский закон что говорит библейский закон почему ну и что но вот смотрите смотрите да где нет они чинить не живут они они хотят сам она хочет замуж он не против чтобы жениться и все остальное не нет мы мы понимаем мы-то понимаем да вот как девушки которая влюбилась как и показать эту ситуацию им кажется ей кажется что и против нее вся церковь вся община все там люди против нее не желают ей счастья и все остальное а мы друг другу понимаем что ой-вей все только начинается все только начинается девушка я думаю что мое личное понимание таких вещей что библия говорит четко прямо что брак должен быть по любви и ложе непорочно это 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 стандарты которые библейские все остальное да вот моменты молодые люди что с одной с другой стороны должны понимать что несоответствие доктринальным позициям у них будет споры относительно их воспитания кто как был воспитан и вот здесь девушки придется подчиниться по закону божьему подчиниться полностью мужу если он скажет не пойдешь патистанскую общину а пойдешь на дискотеку она должна быть что сделать понимаете да и об этом и мы тоже верующие уже как бы особенно женщина не дано надо бога бояться пускай себе идет на три-четыре стороны я же богу уйду зачем тогда выходить замуж чтобы потом вы делать скандал дома кто чтобы больше греха делать скандал дома потом идти молиться вы знаете вот вот библия на такая интересная что защищает и ту и другую сторону потому что в отношениях люди дали сказали да мы любим друг друга испытали эту любовь каким-то образом да мы как община на примере церковь мы не поддерживаем такой образ жизни но нам не соответственно мы не можем благословить то что не может попадать ним ну эго такое да под под одним венцом стоять да то что разные понятия то есть нету лишь не будет решение вопроса через библию да но при всем этом мы не можем и на самом деле противостоять то есть название библии меня я лично искать и противопровать противостоять всем этим проблемам я не могу я могу предупредить я могу наставить и вот здесь как конкретно говорится о женах да которые должны соответствовать писанию и мужья которые служат тоже соответствует писанию служитель должен быть должен уметь учить от любой служитель домашней группы телевизионного служения даже те кто работает с детьми мы должны уметь учить встречали их и верующих людей которые два слова связать не могут а претендует на пророков на претендует надо на видионеров на каких-то апостолов и так далее человек который претендует на вот служение он должен уметь учить а для этого он должен быть способен учиться есть разница уметь учить и научиться учить это есть принципы и когда мы имеем это тогда мы уме сможем других людей которых мы достигаем научить принципов принципов служения я уверен в этом быть всегда учительным и для этого есть очень много у нас материалов не только просто начитаться всякой литературы а разобраться через библию должен быть мягким наверное да будет 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 кроткий это дать его такой как как одуванчик такой вот а мягким это когда при своей позиции ты можешь быть нисходительным человеку потом мы говорим дай мне в сердце мягко я чувствовал эту позицию несребролюбив должен доверять богу знаете вот мы прошлый раз говорили там вот такое движение как процветания мы там 90-х годах подхватили бациллу процветания и понеслась душа в рай на мерседесах на домах на всех вещах но на самом деле в в движении или же проповеди процветания есть семя истины я не говорю что это все истинное семя истины и знаете в чем она состоит что бог обеспечит всем тем необходимым для исполнения его воли вот удивительная да такая позиция на один из примеров один из примеров который может быть вы скажете а что если я вот хочу чтобы у меня был большой дом ничего плохого нету но чтобы быть иметь большой дом или квартиру хорошую правда фактически библия говорит о том что мудрый человек или то благо это человек который богобоязненный он оставляет наследие своим детям слышите нет вы вы не зарабатываете ради заработка для себя вы оставляете наследие своим детям потому что у вас может один или два или три ребенка которым тоже нужно наследие это так говорит библия о том что мудрый человек он оставляет безрассудный он ничего не делает но при всем этом вопрос такой зачем мне большой дом для чего он должен служить для если мы говорим чтобы исполнить волю божью воля божья в том чтобы иметь дом или чтобы этот дом служил для чего-то поэтому когда мы делаем имеем себе мысли желания которые мы говорим о тех вот теория процветания иметь какую-то вещь она должна иметь какой-то конечный цель смысл какой-то правильно смысл например в квартире или в доме чтобы ваша квартира служила для домашней группы чтобы вы были открыты одесса удивительный город очень удивительный хотя есть присказка такая украинская моя хата с края ничего не знаю да в одесситов есть другая присказка я вообще ничего не знаю зачем это мне надо вообще ничего не знаю и когда мы говорим о домашней группах и когда мы как раз тронем эту позицию вот мы поедем на иврите нагреть а хавара это вот собрание группы это тогда когда мы открываемся для того чтобы наш дом мил благословение одно из одно из позиции божьего благоволения и божьего благословения такого жизни людей это понятие странно приимство помните да странно приимство люди иногда умоляют по понятие вот принятие людей странников вспомните авраама помните да он встретил странников он не просто взял провел их он услужил им он готовился он сделал все необходимое и потом он пожал благословение так же само и будем говорить и тот же лот он почипа он получил избавление и мы видим других которые принимали странников и были соблагословлены когда мы думаем о том что все таки разные люди приходят из нашей домашней группы да вот или в наш дом для одесситов это мы либо мы чересчур скромничаем чтобы никто не видел что у меня дома даже на всякий случай не постели посмотрели какую форточку можно влезть ночью либо мы очень скромничаем потому что у нас ничего нету и нам нечего показать две позиции но внутреннее положение любого человека которых верующих решила миссии он должен быть открытым к людям которые приходят в их дома быть открытым мы никогда вот не думали о доме вот я вам честно говорю у нас я могу вам историю свою рассказать о нашем доме кто-то я знаю многие люди были в нашем доме и у некоторых жаба давит там типа вот как бы так вот-вот буржуи живут это самое так а я расскажу вам историю за свой дом и я не боюсь это говорить потому что я верю что-то от бога и самое главное что община и люди и общинский к этому никакого ну бы вы так участия не имеют когда еще не было общины нам мы помогали проводить служением джан пол джексона в николаеве ставьте может тогда да и уже есть вот туда в николаев на джан пол джексона когда было служение там пороческое служение и освобождение там да кто-то еще был проходили у нас не было община у нас была только библейская школа и но люди приезжали через одессу и они остановились у нас на квартире которая была съемная здесь на дерибасовской трехкомнатная квартире квартира и много людей пришли к нам на завтрак мы служили у нас было двухкомфорочная плита который нужно было зажигать так когда и даже чтобы греть воду для для ванны тоже нужно было на расстоянии заводка раскоп потрясение взрыв такой когда американцы это все видели да не просто шоке как мы еще живы там нам радостно было потому что вы служили богу и так далее началась молитва и джан пол джексон один из таких серьезных пророков говорит я вижу картину я не знаю как вот ты от нее отнесешься я вижу тебя в таких бетонных сапогах то есть бетон застыл а ты пытайся куда-то идти уходить а бог говорит это твое место ясен тебя что поставил в одессу это твое место и чтобы чтобы ты поверил что это твое место я дам тебе знамение знамение она будет удивительно говорит хозяин имущество по-английски живу имущество который у него захочешь продать его то есть я богу я работу над сердцем этого человека и он продаст тебе за пол цены за пол цены этот даже больше это имущество и вот это не квартира ты как бы это это будет у тебя будет дом который будет служить для людей со всего мира этот дом должен быть открытым для служителей всего мира мы с татьяной сиделись смеялись как сара знаете такая потому что денег у нас нет в то время в те времена она все-таки любое любое имущество оно было дорого вы думали о доме это дом минимум там 50 тысяч это было 2000 год до 2002 год мы посмеялись посмеялись вот так вот найти вот хорошо хорошее пророчество знаете такого не забыли они уехали буквально через это было май где-то июнь где-то в июле месяце август месяц звонит на к нам наша бывшая хозяйка квартиры где мы снимали на толпухина квартиру до этого борис абрамович умер в германии они уверовали все уверены уехали звонит и говорит валентин мы хотим продать нашу дачу а мы как раз у нас ключи от дачи мы каждый четверг туда выезжали молиться от вы должны понять как хотя и седьмая станция фонтана но там как это было как как село такой татьяна выходила туда чуть-чуть только подышать воздухом и все больше потом там не жить коллектив там или там дачи 36 года это один дом и 20 хозяев ну там меч там было далеко разделены мы говорим светочка мы знаем что хотите продать 15 тысяч у нас никаких денег нету вот это это 2002 года если не сказать 15 тысяч людской собираем сразу мы говорим нет этих денег я вам говорю это как бы вот открыто готова том что до чего иногда бог дает какие-то вещи и мы говорим мы не готовы они она сразу такая следующая фраза а мы ее продаем хотим и не знаю почему не хотим никому продавать мы им хотим подать вам за восемь мы такие раз господи что делать не об этом вроде бы должен быть дом у нас должен быть дом а тут дача причем разделена среди людей крысы бегают как коты такие такие это со все там еще все поделена и там я вам честно скажу когда делили там ставили границы туда кричал это мой кустик моя бабушка посадила обошли ее вот так вот у нас вот такой участок было такого вот от такого расстояния 50 квадратных метров дача мы говорим мы не можем но вроде бы слова от господа что нам вот человек наполовину сократит мы говорим ладно у нас как раз эти деньги были потому что у нас как бы после моего бизнеса там много что произошло там и обложил деньги они там все рухнуло тогда все мы там готовились все что переслать деньги в германию с одного счета в другой и так и татьяна дакавы почему не попросили еще меньше юридская женщина да как не поторговаться она звонит света звонит я знаю что там сейчас пять минут нас осталось две минуты все через две недели приезжаю как вы готовы а татьяна говорит вы знаете там только проход есть а подъезда нету мы как бы такие денег это не стоит быть что вы предлагаете ну за такие деньги они это дача не стоит таких денег а это шо вы хотите то ли говорит 6 6 то поперхнулась говорит вы что в нас грабите это невозможно это нельзя ну как бы так как бы ну в мете совесть и все остальное но мы выслушали немножко быть но мы так решили если нет то нет все положить через три дня буквально там три дня проходит она звонит татьяна я поговорила со своей сестрой мы согласен только с одним условием вы больше цену не меняете таким образом мы мы приобрели участок земли с кусочком дома да за цену которая была сказана от пророчески да такие вот чтобы мы знали что бог нас по именно здесь составляет потому что у нас ситуации были этот был и так вот год назад это революция то есть все это что происходило в одевать и в одессе везде все нам говорили рыба выше еще не уехали мы шо еще не сбежали нам нужно надо было ехать давно в америку там и все остальное вы подождите куда если бог нас призвал сюда мы готовы здесь умереть мы готовы здесь жить до конца нашей жизни то понимаете да наши дети уже в америке они там разъехали все можно было за ними бежать но вопрос нашего призвания и вот мы получили это кусок земли мы радостные все а что дальше делать заплатили все налоги ходим молимся молимся каждый четверг у нас выключаем телефоны туда все туда молимся вдруг звонит нам человек из америки и говорит пришел чек на 10 тысяч долларов от анонимного даятеля чтобы вы стали чтобы вы строили дом скажите чтоб вы так жили чтоб я так жил да это самое и знаете когда вот мы вот мы говорили с людьми потом буквально через полгода после этого этих все событий все остальное наши друзья которые были стали мы все радовались даже в институте то все радовались бы бог выполняет такие вещи когда же строили там в рыли там руками все 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 потом у нас появился и подъезд сверхъестественное так далее там такие вот вещи происходили когда вы построили дом когда вы построили дом люди скале а что ж вы дом построили можно продать теперь его и столько бедных и нищих есть помогите нам купить квартиру нет ну да действительно поделимся не я не я не я не жадный человек и людям знаю что многим людям помогали все остальное но я четко понимаю я не я не имею от бога повеления вот поступить вот таким образом когда-то наши члены общины которые сегодня живут на кипре они пришли к нам домой это рэда ваш дом целый миллион стоит продать ику постройте еще там там сдавайте все и зачем я не коммерцией пришел заниматься я пришел слушаться богу и наш дом наш дом если вы приедете к нам домой вы открутите книгу там гостей до начиная от максим максимова симоняна начиная там от великих проповедников джонатана берниса там еще куча людей которые на основном оставались в нас доме и и пастыря которые приезжают к нам домой вот жить да на отдыхе все они оставляют свои свои росписи я для чего говорю что этот дом он служит все наши наши учителя они останавливаются нас дома никакого времени община не несет о своих гостях я понимаю что то дом стал домом прибежища потому что каждый раз когда люди пришли к нам приезжать проповедники мы наш гараж переделали именно для гостей с туалетом и так далее когда они утро они ложатся спать утром посыпаются они говорят я так не спал не помню когда вот шоу за за комната такая высыпаются люди отдыхают там и они свидетельствуют реально что такого отдыха они никогда не получали конечно в основании дома у нас мы заложили такую маленькую тору забыли все как нужно все обмалили все так далее я не я никто чтобы я хотел бы перед вами как бы ну за вас гордиться его похвастаться с вами я говорю о тех вещах которые нужно вот слышать что бог заботиться для дать какой-то цели если бог нам скажет продать и посты и эти деньги вложить в здание общины синагоги да мы это сделаем спокойно даже я даже один раз я писал меняют дом на синагогу это люди искали даже такой но пока это не не произошло пять минут перерыва и продолжим и Редактор субтитров А.Семкин